доброго времени суток хочу вам показать наш турник турник мы сделали по принципу он у нас эконом плана турник служит сыну развитием спортивным он потихонечку развивается что сказать по турнику турник в принципе собран у нас из металлолома вот эта труба я ее попросил друга взамен я ему также дал металлолома которого на выбирал приблизительно по весу этой трубы чтобы он был не в убыток трубу если присмотреться она маленько кривовато но ничего страшного труба хорошая толстостенная возможно она использовалась под газовую вот эти вот профиля я на работе выбрал с металлолома вот эти вот кольца тоже трубу резал которая валялась металлоломе шпильки гнутые бэушные использовал себестоимость получается недорогая сделано заземление на турнике это обязательно вкручен варен болт прикручена к нему также заземление имеется и труба и профиль дальше закопано тут через шланг и забит штырек метра полтора наверно вот такой алюминиевый штырек штырек использовал бывшие советские гардины над окнами так вот он у нас выглядит турник очень хорошо регулирует по высоте ослаблевая шпильки его можно поднимать то есть по росту моего сына его буду поднимать периодически еще такой немаловажный момент мы выкладывали эту фотографию в интернете очень много дебатов таких я не знаю спортсмены не спортсмены вероятность скорее всего нет и очень много негатива на него да что это самое что турник под высоковольтные провода никто не ставит ну вроде да по закону никто не ставит но у нас и по закону президент не выбирается больше двух сроков так что мы считаем это нарушение не самым таким и большим тем более ко мне приезжали выше еще у нас корзина повешена тем более ко мне приезжали электрики деревья опиливали я с ними разговаривал на эту тему игру конфликтной ситуации не будет они где-то нет ничего такого в принципе страшного нету но если кто с начальников так начальники по рабочим местам не ездят они в кабинетах сидят а нам год нет не мешают где-то столб можно доступ есть это самое ну и второй тоже вопросик у меня забора нету теперь упал я не ставлю пока а столб стоял чуточку вот скажем вот даже вот за этот стоп стороне вот где-то вот на этом месте а вот это мой получается там стоял забор так что в принципе то я не так много и нарушаю что касается заземления да у нас сделано заземление потому что все таки правильно это сам закрепил то я на столб электрический сам неоднократно подходил в сильный дождь проверял методом тыка скажем статики нету заземление проваться столб сам за нулён заземлён у меня еще дополнительно безопасность тут в норме ну вот друзья товарищи вот такой вот у нас турничок у нас есть еще один турничок мы его тоже снимем покажем он уже в квартире для развития ребенка у нас стоит два турника один на даче на улице другой в квартире чтобы постоянный был доступ к спорту продолжаем видео обзор наших самодельных турников это уже у нас самодельный турник 2 он установлен у нас квартире коридоре в проходе что из этого турника площадки площадки я на работе сварил четыре отверстия туда за к это сама вставлены депеля 8 на 80 по моему даже вроде не десятками либо 10 на 80 я точно уже не помню две площадки я сделал на работе шпильки приварил м16 и накрутил гайки гайка с одной стороны она разжимает разжимает трубу в трубу 3 четвертую я покупал в магазине обошлась она мне по моему под 400 рублей и один шов и один рез газом был бесплатен мне ее разрезали трехметровую пополам а эту я уже размер укорачивал ножовкой в квартире внутрь шпильки вставлен шланг чтобы не было никакой вибрации не передавалась на стенку труба покрашена нитро эмалию краской в принципе достойно экономичный вариант если так по бюджету брать вместе с электродами то рублей где-то и вместе с краской краска соответственно осталось рублей 500 вышло вот такие вот у нас два турника для развития ребенка видео обзор мы заканчиваем кому нравится ставьте лайки кому по душе дизлайки ставьте здесь лайки подписывайтесь до свидания